Это программа «День с толком» в студии Елены Кузовкины. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Наплыв в 14-ю поликлинику спустя неделю после открытия нового здания, сотни жителей города решили прикрепиться к больнице. Почти 500 человек уже получили отказ. Жители края начали предупреждать о подорожании сигарет, насколько вырастет минимальная стоимость пачки и может ли это отбить тягу к курению. Событие, которое стало праздником, впервые после пандемии из Барнаула вылетел прямой рейс в Таиланд. Но в начале. В Алтайском крае студент закупал медикаменты для террористической организации. Передать аптечку не удалось. Молодого человека задержали. Сотрудниками управления ФСБ России по региону установлено, что вдохновившись идеологией запрещенного объединения. Студент одного из вузов региона через интернет установил контакт с террористами. В ходе общения молодой человек выразил желание выехать в Сирию и вступить в ряды организации, а также готов был оказывать любую поддержку. В конце 2023 года по указанию собеседника он приобрел партию медицинских препаратов, входящих в состав аптечки первого эшелона и необходимых в реальных боевых условиях. В дальнейшем он отправил посылку с медикаментами за рубеж по указанному кураторами адресу в интересах международной террористической организации. Почтовое отправление оперативно было изъято. В отношении 20-летнего студента возбуждено уголовное дело за покушение на финансирование терроризма. Молодому человеку предъявлено обвинение. До суда он будет находиться в СИЗО. Смертельное ДТП произошло сегодня в Барнауле. Один человек погиб. Днем на улице Кулагина столкнулись легковой автомобиль Рено и КамАЗ. Водитель Рено, 73-летний мужчина, погиб на месте. Его пассажир, 62-летняя женщина, получила серьезные травмы. Ее доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка. Барнаульский таксист распылил в лицо девушки перцовый баллончик. До этого между ними произошел конфликт. Водитель отказался отодвинуть кресло. По словам пассажира, в это время автомобиль был заблокирован. Девушка получила химический ожог и ушиб ноги. Сообщается, что на место приехали сотрудники полиции и скорая помощь. Нелегалам приходится отказывать. Спустя неделю после открытия нового здания 14-й поликлиники в Барнауле резко возросло число желающих там обслуживаться. Речь идет о пациентах из других районов города. Почему такие люди получают 100% отказ и какие документы требуются, чтобы стать пациентом этой поликлиники, расскажет Татьяна Голубева. Сегодня уже с утра человек 20 подходили, чтобы прикрепиться к нашей поликлинике. Те, которые прописаны к нам и которые не прописаны, хотят прикрепляться. После открытия нового здания поток желающих обслуживаться именно в 14-й вырос. Поликлиника новая, просторная, с самой современной аппаратурой. Но дать добро всем здесь не то, чтобы не хотят, не могут. Поэтому почти 500 человек, желающих прикрепиться, уже получили отказ. Причем отказ этот правомерный. И даже суд, а такие прецеденты в стране были, вряд ли поможет. Подобное обращение гражданина дошло до Конституционного суда. Конституционный суд принял сторону медицинского учреждения, так как в данном случае прикрепление, сверхприкрепление приводит к нарушению прав уже застрахованных граждан, которые прикреплены к учреждению. То есть нарушаются их права в плане доступной медицинской помощи. Нарушается в том числе и качество оказания медицинской помощи. Примешь всех желающих своих, некогда будет обслуживать, говорит главный врач. Так что основной документ, который дает право стать пациентом, 14-й прописка. Официально арендующим жилье тоже вряд ли откажут. Мы написали заявление, так как я из другого города. Будут рассматривать то, что здесь обязательно нужна прописка. Я предоставила всю информацию. И в течение четырех дней мне на электронную почту придет информация о том, что меня либо припишут, либо нет. Даже если штат медработников будет укомплектован полностью, ситуация вряд ли поменяется. Людей из других районов приписывать в поликлинику не планируют. Ведь только за последние три года население, которое обслуживает 14-е, выросло на 20 тысяч. Сейчас задача руководства – помочь людям ориентироваться в огромном пятиэтажном здании, решить хозяйственные проблемы, в том числе с уборкой территории, обеспечением кабинетов теми же оконными жалюзи. Ну а главное – через пару месяцев устранить очереди, которые все еще существуют. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Алтайский край потерял сразу пять позиций в рейтинге регионов по качеству жизни. Сегодня наш регион на 69-м месте по стране и даже по Сибири в замыкающей тройке субъектов. Исследование проводило РИО Новости. Агентство сравнивало регионы по 66 показателям. Среди них уровень доходов населения, рынок труда, жилищные условия, демография, экология, здравоохранение, образование, атмосфера для бизнеса и не только. Замкнули рейтинг – Бурятия, Забайкальский край, Ингушетия – абсолютный аутсайдер Тыва. Лидеры в стране по качеству жизни, что неудивительно, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татарстан. С 1 апреля в России вырастет минимальная стоимость сигарет. Соответствующие листовки уже появились в барнаульских магазинах. Нижний порог ценника совсем скоро составит 129 рублей. Сейчас он на 10 рублей меньше. Казалось бы, повышение небольшое, но, по мнению экспертов, даже такие меры могут повлиять на число курильщиков. Почему? Смотрите в материале Анастасии Дороган. Неприятное объявление для курильщиков. Через полтора месяца минимальный ценник на сигареты составит 129 рублей. На 10 больше, чем сейчас. Подорожание затронет значительную часть населения края. На Алтае курит больше трети жителей. По данным медиков, 27% мужчин и 8% женщин. А среди беременных этот показатель до 14%. Вообще уровень женского употребления табачной продукции все больше ужасает врачей. Прогнозируем и уже видим увеличение рака легких среди женщин. И он начинает по частоте выявления с рака молочной железы. Традиционно рак молочной железы у женщин – это ведущая патология. Среди злокачественных новообразований. Список сопутствующих табакокурению заболеваний немал. Риск инфаркта у курильщиков больше в 5 раз, инсульта в 3 раза. У курильщика, больного диабетом, быстрее поражаются сосуды в течение 3-5 лет. Мы еще 10 лет назад вносили законопроект, который бы запретил продажу табака и алкоголя в местах, где располагается расчетно-кассовая техника. По-первых, решение было принято. Сигарет теперь нет в открытом доступе. По-второму, все пока по-прежнему. В целом, надо понимать, что курение – это уничтожение здоровья за свои же деньги. Плюс и удар по самочувствию окружающих. С курением табака в России борются с 2013 года. Тогда заработал закон, ограничивший курение в кафе, транспорте, вокзалах. С 2021 в стране рассчитывают единую стартовую цену на сигареты. Сейчас ее очередное повышение. У медиков нет иллюзий, что разница в 10 рублей остановит заядлых любителей. Но надеются, что хотя бы те же школьники не найдут лишние 129 рублей на пачку сигарет. Это позволит тем, кто еще не закурил, особенно молодому поколению, дебют употребления табачных изделий, как правило, происходит в старших классах. Мы рассчитываем на то, что, конечно, молодежь формирует у себя уже такую мысль и стиль поведения о том, что курить не модно. Помогает бороться с курением и тренд на ЗОЖ. Людей, которые занимаются спортом, следят за питанием, проходят обследования, становится все больше. Осталось сделать немодным вейпинг. Не менее опасное, по мнению врачей, средство курения. Анастасия Драган, Андрей Печоркин. День с толком. И к другой теме. На отлов безнадзорных животных в Барнауле дополнительно выделили 5 миллионов рублей. Ранее работу по обращению с животными без владельцев муниципалитет проводил исключительно на краевые деньги. Теперь же при их нехватке Барнаул вправе направлять и собственные средства. В городской думе уверены, что дополнительные деньги позволят отрабатывать больше заявок на отлов животных, а за последнее время их число выросло. Правда, пока не ясно, какая именно участь ждет собак после отлова. Жители села Фирсово боятся, что в любой момент кто-то из них может стать жертвой огромной ели. Прямо в центре села пару месяцев назад наклонилось дерево. Рядом школа, проезжая часть. Проблема в том, что ель растет на частной территории, а ее хозяин срубить дерево не может, так как оно повисло прямо над линиями электропередач. Продолжит Юлия Ощепина. Это место в селе Фирсово стараются обходить стороной. Виной всему опасная ель, которая стоит посреди села. Жители боятся за жизни своих детей. Ель наклоненная. Во-первых, это рядом со школой. Мало ли, сейчас это один-два пары ветра, и она может упасть. Плюсом она, если упадет, она повредит линию электропередач и упадет на проезжую часть. Александр – хозяин участка, на котором накоренилась ель. По словам мужчины, дерево наклонилось еще 21 ноября. Когда сильный был ветер, ее поклонило, когда вот еще даже снега даже не было. Мы позвонили сначала в этот, кто он, к электрикам. Они вообще даже не взяли трубки. Потом позвонили, я уже поспрашивал людей, сказали в сельский совет позвонить. Они сказали, что на вашей территории, елка, позвоните сами. Мы, пытаясь выяснить, чья же это зона ответственности, обзвонили не одну инстанцию, от экстренной службы до сельсовета. Там нам подтвердили слова Александра, устранить проблему собственники обязаны своими силами. Однако последние срубать ель самостоятельно не решились, так как дерево нависло прямо над линиями электропередач. Вчера приходил человек, скорее всего по электрике, он без ничего просто спросил, не будет никаких претензий насчет елки, что мы придем и спилим без вашего ведома. Я говорю, ну, без проблем, спиливайте. Стоимость работ по срубу – 20 тысяч рублей. Однако, по словам Александра, эту сумму с него не взыщут. Другой вопрос в том, когда дерево уже наконец-то срубят. И стоит ли ждать того момента, когда ель сама упадет на землю? Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. А далее о фиолетовом дне, так называют день борьбы с эпилепсией. В Барнауле рассказали, сколько жителей края страдают от этого заболевания, можно ли его вылечить и полноценно жить. Теперь ответы на все эти вопросы знает и Дмитрий Дроздов. Голова запрокидывается назад, тело и конечности вытягиваются. Изо рта выделяется пена и западает язык. Это основные признаки эпилепсии. Людей, страдающих заболеванием судорожных приступов. В крае больше сотни. Причем как взрослых, так и детей. При обычной проверке эпилепсию выявляют у 5%, а на ночном мониторинге около 45% случаев. Когда пациент приходит вечером и остается ночевать в специально оборудованных палатах. Здесь идет видеофиксация и всю ночь мы пишем электроэнцефалограмму. Эпилепсия может быть вызвана бессонницей, стрессами, заболеваниями нервной системы, употреблением алкоголя. По словам врачей, вылечить эпилепсию нельзя. Ее можно скорректировать. В 70% случаев специалисты могут убрать приступы, но не полностью. Тем не менее, человек сможет жить почти полноценной жизнью. Будут различные ограничения в плане вождения машины, определенных занятий спортом. Если, допустим, мы говорим про плавание, ребенок может плавать, но, естественно, под контролем того человека, который знает, что у ребенка может быть эпиприступ. Если вдруг при вас у человека случился приступ эпилепсии, специалисты отмечают, не нужно засовывать в рот ложку или другой предмет. Первым делом необходимо найти что-то мягкое и подложить под голову. Расстегнуть стягивающую одежду и убрать все острые и тяжелые предметы вокруг, чтобы человек не травмировался. Вызвать скорую и ждать помощи. Все эти действия помогут спасти больному жизни. Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. В Алтайском крае возобновились стабильные прямые международные рейсы. Сегодня ночью из аэропорта Барнаула вылетел самолет на Пхукет. Во время и после пандемии туроператоры предпринимали попытку наладить авиасообщение, однако из-за низкого спроса борт отменяли. Теперь ситуация иная. Мест практически нет даже на следующий рейс. Отправлял первых туристов в Таиланд и наш корреспондент Данил Кузнецов. Минувшая ночь стала для Барнаульского аэропорта знаменательной. Впервые после пандемии на табло отправления появился международный рейс на Пхукет. Для многих это настоящий праздник. Улетающих в Таиланд встречают с пирожными и шарами. Вылеты в жаркую страну решили возобновить из-за большой популярности направления. Многие жители края улетали в Таиланд из Новосибирска. Для сибирских туристов, для нашего туриста, в том числе и алтайского, Таиланд, наверное, наряду с Вьетнамом является таким базовым ключевым направлением, зачастую, возможно, даже более популярным, чем Турция. Поэтому, конечно, это номер один направление по объему перевозки и спросу у туристов непосредственно. По задумкам туроператоров, первый прямой самолет за границу должен был отправиться в апреле. Однако подходящий борт нашелся раньше. Планируется, что летать он будет до октября этого года, один раз в 12 дней. Стоимость туров в Таиланд на двоих стартует от 150 тысяч рублей. В том году, в принципе, цены были меньше, в этом году не летали еще. В октябре с Казахстана было гораздо дешевле. Я думаю, что-то на то и выходит с Новосибирска, потому что все равно бензин или автобус или еще как-то. Из Бернова очень удобно. Главное, чтобы туристы не вывозили запрещенные вещи из Таиланда. Например, необработанные ракушки или песок. Потому что все это принадлежит королю. Попасть в неловкую ситуацию можно и по приезде в Россию, прихватив с собой кораллы или даже животных. Зачастую туристы, приезжая из азиатских стран, привозят алкоголь с превышением нормы, а также под видом сувенирной продукции различные виды холодного оружия, такие как кастеты и сюрикены. По словам специалистов, сейчас люди активно скупают путевки на весну и лето. Если спрос не спадет, то до октября в Таиланд из Барнаульского аэропорта отправится более пяти тысяч туристов. При первой возможности туроператоры планируют сделать и другие международные направления. В Барнауле в честь года семьи прошел фестиваль детского театрального творчества «Открытый занавес». На профессиональной сцене театральные студии со всего края представили около 20 полноценных спектаклей. Состоялось и прослушивание чкицов. Как искусство влияет на семейные ценности, узнаем в сюжете Дарьи Ярошиной. Театр учит главным ценностям. История Маугли объясняет и детям, и взрослым, что значит настоящая дружба. Я хотела бы умереть поближе в тебе, человеческий детеныш. Я Бог! Ты человек, Маугли. Детский фестиваль театрального искусства в нашем крае редкость. Редко в городе встретишься с такими возможностями, когда занавес закрывается, допустим. Потому что всегда это либо школьные сцены, да, понимаете, либо какие-то студийные. Один из 20 спектаклей «Мороженые песни» по сказкам Степана Писахова. Они считают руководитель студии понятны всем и особенно полезны детям. Наш фестиваль, он, конечно же, одножанровый. Здесь мы занимаемся только театром. И когда мы попадаем в атмосферу театра, это, конечно, особое свое волшебство. В другой номинации выступали и самые маленькие театралы. Мы решили сбить деталку. Запустили в воздух палку. Может, палка попадет? Многие коллективы успели зарекомендовать себя и на других проектах. Наряду с хорошо подготовленными актерами встречаются и новички. Зачастую бывает, что это очень плохо и очень некачественно. И это, опять же, влияет и на то, как себя ощущают дети на сцене. Я помню, как они несколько лет назад только начинали, и какой уровень у них был. И какой сейчас большой серьезный рост. Расти собираются и организаторы фестиваля. В планах проводить прослушивание в профильных вузах и колледжах. На следующий год это план преобразования жюри на край, город и плюс еще и Россия. С помощью профессионалов самое любимое хобби ребенка может перерасти в дело всей жизни. Но без поддержки никак нельзя. Особенно от самых близких. Ирина Корчагина, Дарья Ерошина, Дмитрий Денисов. День с толком. На этом у меня все. Очередной выпуск нашей программы смотрите завтра в это же время на телеканале Толк. Ну а я напомню номер редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.